Уважаемый Александр Иванович Бастрыкин, сейчас в Энгельском районном суде рассматривается исковое заявление прокурора города Энгельса Журавлёва Дмитрия Викторовича к индивидуальному предпринимателю Аверкину Юрию Алексеевичу по сносу строений на территории базы отдыха Малиновка. Ранее Аверкин Юрий Алексеевич через средства массовой информации обращался к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу и председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу о неправомерных действиях Журавлёва в отношении Аверкина. Однако до настоящего момента ответ так и не поступил. Полагаем, что проверка вообще не проводилась. В рамках дела была назначена судебная экспертиза ВОО «Экспертное агентство Аргумент», директором которой является Бурханов Сергей Сергеевич. Как нам стало известно, в период проведения экспертизы экспертное учреждение направляло в суд запросы. Судья Шестакова Светлана Валентиновна, которая ведёт рассмотрение данного дела, назначила судебное заседание по рассмотрению заявления экспертного учреждения. Запросила необходимые документы стороны Аверкина. Однако его о дате и времени судебного заседания не известило. И как позже нам стало известно, на процессе участвовал только представитель прокуратуры города Энгельса. При этом на сайте суда не было информации о проведении судебного заседания. По данным обстоятельствам, нами была направлена жалоба на имя председателя Энгельского районного суда Севашова Александра Васильевича. Мы обжаловали действия судьи Шестаковой. Вместо того, чтобы провести проверку, заместитель председателя суда Жаврованкова Вера Афанасьевна дала просто отписку по жалобе. На наш взгляд, тем самым были прикрыты действия судьи Шестаковой. А именно, нам был дан ответ, что нам якобы направлялось извещение о проведении судебного заседания. А информация была размещена на сайте суда своевременно. Однако из-за технического сбоя не была доступна. Мы считаем это уловкой и нарушением принципа справедливости, состязательности сторон, свидетельством ангажированности и предвзятости. Также в ответе указано, что определение направлялось в адрес от Веркина и указан трек-новер почтового идентификатора. Однако при проверке данного номера на сайте Почты России видно, что письма с таким трек-номером не существует. Александр Иванович, на вас вся надежда. Мы только просим рассмотреть данное дело в соответствии с действующим законодательством. Но сейчас, как мы считаем, председатель и другие судьи Энгельского районного суда поступают явно в противоречии с конституционными принципами. И, возможно, это обусловлено тем, что Журавлев Дмитрий Викторович является сыном бывшего заместителя председателя Саратовского областного суда. Просим дать их действиям правовую оценку. Надеемся на вашу реакцию в восстановлении законности. Продолжение следует...